Продолжение следует... Вторая женщина, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись анализов. На нее заведено уголовное дело. Все контактировавшие с ней помещены на изоляцию в санаторий «Лесная сказка». Третий и четвертый подтвержденные заболевшие мужчины, также приехавшие в Чувашию из столицы России. О еще двух случаях стало известно сегодня. Это семейная пара, которая вернулась из Доминиканы. А еще двух сообщается в официальном паблике ВКонтакте «Чувашия без паники». Это ранее выявленные люди, которые дожидались подтверждения тестов в изолированных боксах. По медицинским контролям наблюдением, по данным Минздрава, остаются 542 человека. Также в ведомстве сообщают, что на карантин сегодня закрылись поликлиники 1 и 2 городского клинического центра. Такое решение принято из-за сомнительного результата на COVID-19 у одной из сотрудников администрации больницы. На связи со студией наш корреспондент Александр Соловьев, который расскажет подробности. Здравствуй, Ирина. Мы сейчас находимся у городского клинического центра города Чебоксары. Все двери закрыты, посторонним вход воспрещен. Как сообщает Минздрав Чувашии, сотрудница республику не покидала во время пандемии, и ее изолировали, согласно всем правилам и протоколам. На данный момент больница находится на дезинфекции. Сотрудники были отправлены на карантин, и у них у всех были взяты анализы на новый вирус. Сейчас разрабатывается маршрутизация прикрепленного населения городского клинического центра. Несмотря на то, что окончательные результаты еще не пришли, мы приняли решение закрыть поликлинику на карантин, чтобы не допустить возможного распространения инфекции, подчеркнул министр здравоохранения Владимир Степанов. Ирина. Спасибо, Саша. Это был наш корреспондент, который рассказал о том, что две поликлиники в Чебоксарах закрылись на карантин. Содержание и ремонт автомобильных дорог республиканского и межмуниципального назначения обсуждали на еженедельном совещании в Доме правительства. Теплая малоснежная зима внесла свои коррективы в работу дорожных служб республики. Из-за резких перепадов температуры в разы увеличилось использование песко-соляных смесей. Сэкономленные на уборке снега средства тоже направили на противогололедную обработку и ямочный ремонт. Последний в этом году начался раньше обычного, в январе. За первый квартал текущего года ямочный ремонт выполнен на площади почти 15 тысяч квадратных метров с расходом 1839 тонн асфальтобетона. Таким образом, объем ямочного ремонта по сравнению с прошлым годом вырос почти в 10 раз. Впереди у дорожников самый напряженный сезон. В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году капитальный ремонт дорожного полотна планируется в Маргаушском, Ядринском, Батринском и Бресинском и Вурнарском районах. Объем средств на 2020 год предусмотрен на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального межмуниципального значения. Протяженность это 48 километров. Сумма составляет 1 миллиард 83 миллиона рублей. Особое внимание в Рио главы региона велело обратить на использование современных технологий. И коль мы оплачиваем, тем более уже увеличиваем расценку на содержание единицы дороги, то давайте соответствующие условия будем выставлять и по технологиям обеспечения производства этих работ. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика. С этой недели в регионе расширили список предприятий, которые возобновляют работу. Это в первую очередь производственная организация. В связи с этим увеличилось число дежурных групп в детских садах. Детей тех категорий граждан, которые заняты в жизненно важных сферах, организованы дежурные группы. По информации на 9 часов сегодняшнего дня всего открыто 58 дежурных групп. В них 574 ребенка. В Чебоксарах 25 дежурных групп. Это 406 детей. В Новочебоксарских 5 групп. 71 ребенок. Отмечу, что при потребности всегда мы готовы открыть дополнительные дежурные группы. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы Республика в 16.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова